Урок искусства. Прежде всего это занятие творчеством, личное пространство свободы, время проявления инициативы и полета фантазии. Десятилетний Женя Демичев уверенно держит кисть в руках. Он тут мальчишка, для которого запас красок дома – атрибут обязательный. Рисование не только хобби, но и возможность рассказать о том, что таится далеко в закромах и детской души. Очень позитивные рисунки, очень такие открытые, не зажатые, нету скованности. Вот он такой, вот легкий, легкий на подъем, легкий вообще, легкий в движении, легкий в искусстве. Я надеюсь, у него очень большое творческое будущее. Он всегда улыбается, у него нету грюмости, даже рисунков таких угрюмых у него и не увидишь. Вот этим и отличается яркость некая такая, жизнерадостность, активность. Преподаватель мальчика говорит, что разница между рисованием и с рисовкой колоссальная. В этом плане Женя может по-настоящему удивить. 30 рисунков стали украшением актового зала, центра дополнительного образования. Индивидуальная творческая манера, необычный динамичный колорит, игра красок, диапазон творчества маленького автора широк. На выставке представлены работы в разных стилях и жанрах. Рисует с натуры и по памяти. Главное, признается мальчик, чтобы было настроение. Я люблю рисовать разные фантастические вещи, типа замки, разные животные. Я считаю, что нужно развивать талант любыми способами. У нас прекрасный преподаватель, она настолько не давит на них, она настолько дает возможность им развиваться самостоятельно, чуть-чуть направляя. В какие-то дни педагог дает им задание что-то нарисовать, а в какие-то дни он непосредственно своя фантазия, какое-то настроение, состояние души, и он нарисует уже что-то свое особенное. Когда на уроке дают свободную тему для рисования, и можно проявить свое воображение на листе бумаги, изобразить, что только захочется, Женя рисует фантастические замки. Это его любимое занятие. А еще он хочет быть полезен обществу. Несмотря на юный возраст, есть мысли стать архитектором, чтобы совмещать приятное и полезное. Продолжение следует...